Не сказав правду себе о том, где вы сейчас находитесь, вы не двинетесь туда, куда вы хотите. Ну ты слабый, чё? Никак не влияющий на обстоятельства. Барахтывающийся в агрессии при неспособности поднять молот Тора. Я тебя спрашиваю, какой план кижал? Ты говоришь, 10 тысяч рублей. Хочешь, чтобы я стриптиз перед тобой танцевал, чтобы разжечь огонь желания в тебе? Да похер мне. Ну честно, если ты не хочешь, то я не могу тебе помочь. То, что ты сказал, значит, про целеустремленность, про открытость, про отдавание, было ложью просто формальной. Вот и всё. От чего это зависит? Это от действий твоих зависит. И вот я спрашиваю, что ты сделаешь на этой неделе? Ты 15 минут мне морочишь голову. Вы сейчас думаете, а чё он так тупит? Да вы так же. Пожалуйста, микрофон. Да, здравствуйте. Джабраил меня зовут. Очень приятно. Привет, Джабраил. Спасибо, что дали микрофон. Точка 158. Ближе микрофон. Точка 158. И хотел вот спросить, как мне быть. У меня за неделю должны были быть два договора. Один слетел, но я подумал, ничего страшного, ушёл к конкуренту, ну бывает. Второй слетел, так же ушёл к конкуренту, ну я думал, рыночные отношения бывают. Нет. Буквально вчера узнаю, что наговаривают на меня. Прям ночью спать не могу, прям вот хочу наказать его и не знаю, как быть. А что первичного, результат или состояние? Результат, конечно. Ты так считаешь? Ну, наверное, сейчас просто такой период. Ага. Ну да. У тебя, да. Ретроградный Меркурий. Нет, почему? Просто штука в том, что кому-то он мешает, а кому-то нет. Состояние? Нет. Обстоятельства. Обстоятельства? Так. Дело всегда, мы думаем, что дело в обстоятельствах. Но дело всегда не в обстоятельствах, а в том, как мы взаимодействуем с обстоятельствами. Часто хочется бросить то, что делаешь, потому что в моменте кажется, что ничего не получается, ощущение, что вообще всё делаешь неправильно, кажется, что это не твоё, ты создан для чего-то большего. В результате прыгаешь с места на место и постоянно начинаешь заново. Дело, жизнь, тело. В итоге ориентируешься не на факт. Если бы вы на факт ориентировались, вы бы увидели, что вы делаете намного больше, чем раньше, например, больше, чем ноль. Да? То есть 30 тысяч – это намного больше, чем ноль. Бесконечно больше. И часто из одной ошибки обесцениваешь всё остальное, что создалось, что даёт реальные результаты. Но ты там, где тебе надо быть, в тех обстоятельствах, которые тебе нужны. Потому что дело не в обстоятельствах, а в том, как мы взаимодействуем с этими обстоятельствами. Меняя декорации, делаешь то же самое, что и раньше. Меняя обстоятельства, создаётся ощущение, что что-то происходит. Вот-вот, сейчас-сейчас. Всё поменяется, и горизонт отдаляется по мере приближения. Реальность всегда не такая красивая, как наше представление, какое она должна быть в идеале. Что делать? Принять свою точку А как результат собственных убеждений, мыслей, действий в прошлом. Быть благодарным этому факту и всему, что ты создал в прошлом, потому что это в данной точке позволяет тебе сделать новый выбор. И потому в этом факте ты уже создал много всего хорошего и ценов. Желаемого будущего, внимание. Ну, так я говорю, как будто это уже что-то фундаментальное. Но когда читаешь, да, вот внимание. Желаемое будущее достигается только на фундаменте благодарности прошлому и настоящему. Супер важно. Второе. Принять точку Б. Не думать о том, что делать, сформулировать в десяти пунктах, какие факты тебя расскажут о том, что ты вышел на новый уровень в результатах и счастья. Третье. Важно. Для тебя. И для всех. Перестать воспринимать обстоятельства как источник раздражения. Сейчас, думаешь, его уничтожить? Ничего. И понять, для чего тебе они даны. Какие обстоятельства повторяются, нежелательны. Я бы не хотел их повторения в будущем. И чему я должен в них научиться? Какой я есть, с кем эти обстоятельства больше не повторяются? То есть, каким мне надо стать, точнее, не стать, а я уже такой и есть. С кем это... Понятна формулировка, нет? Я-то какой, с которым происходит другое? Я кто? В каком я состоянии? В каких убеждениях? В каком намерении? Ныряй глубже в текущее и с удовольствием и благодарностью прорабатывай урок текущего уровня. Тогда новый уровень откроется для тебя автоматически. Итак. Какой ты был, с которым эти обстоятельства постоянно повторяются? И какой ты есть новый, с которым эти обстоятельства больше не повторяются? Был, наверное, достаточно агрессивным, но последние года два, наверное, проработал себя и... Ой. Я знаю только два иностранных языка. Нет. Такие уж мои недостатки. Нет. И, соответственно, сейчас стараюсь жить более позитивно, смотреть на вещи более позитивно. Ну, бывают такие моменты, которые приходят и выбивают из какого-то равновесия. И ты... Каким ты был? Ровным. Относительно. Ровным это позитивное или отрицательное качество? Нет. Ровным. Ровным. Ровное это положительное скорее или скорее отрицательное? Скорее, наверное, отрицательное. Скорее положительное. Ровный чувак. Ну, ровный. Про пацанов, когда говорят ровное, это разве и плохое означает? Да нет. Почему? Нормальное. Говорю. Ну, если говоришь... Не сказав правду... Вот, внимание. Все посмотрите на это. Не сказав правду себе о том, где вы сейчас находитесь, вы не двинетесь туда, куда вы хотите. Потому что то, куда вы хотите, это отражение той правды. То есть это антоним той правды, в которой вы находитесь. Понятно, нет это? Или не очень? Ваша цель, ее не надо придумывать. Это отражение, то есть это обратное тому, что сейчас есть. Тому, что вас сейчас не устраивает. Вот если это поменять, это и есть ваша цель. Поэтому вы не можете сформулировать корректную цель, пока вы не поняли, где вы сейчас находитесь. Какой, как ты себя проявляешь? Как ты за время цеха себя проявил и прямо сейчас? Да вообще никак. А это как? Это какой? Да я просто отстранился неделю. Отстраненный, пассивный, бегущий от страха. Не, не бегущий от страха. Бегущий? А отстранение, это что такое? Когда ты отстраняешься и начинаешь анализировать. Ты чего избегаешь-то? Активных действий, избегающий ошибок, избегающий действовать. Трусливый на самом деле. Ну, наверное, да. Прячущий маску трусливости под маской отстраненности. Так. А? Да, да, да. О, молодец. А теперь сам. Да. А еще? Да, наверное, боюсь ошибиться. Супер. Вот все, что наверное, не наверное, поверьте мне. Но учитель мне говорит, если кажется, что борщ прокиснет, надо съедать кастрюлю, чтобы это понять. Кажется, просто так не кажется. Говори дальше. Каким ты был, что мешало тебе результат? Переносящий вину на обстоятельства. Постоянно. Правильно? Нет. 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 Ну ты только что это сделал. Да я... Да нет, на самом деле... Самооправдывающийся постоянно. И за контракт наговаривает кто-то на тебя. Нет. Из-за этого это выбивает тебя из состояния, ты не можешь действовать правильно. Нет. Отрицающий, закрытый, отстаивающий свою правоту при явном несоответствии факта. Нет, я просто не думаю дальше, в общем, момент. То бишь, ситуация произошла... Закрытый, отстаивающий свою правоту. Я в стопор встал и все. То бишь, у меня был как бы... Стопор. И кто виноват теперь, когда ты в стопор встал? На два контракта и все. Кто в стопор? Кто виноват, когда ты встал в стопор? Я сам. Нет, стопор. На самом деле стопор виноват. Ну, в реальности. Я встал в стопор, я ничего не могу с собой поделать. Это самая глубокая степень переноса ответственности. Это перенос ответственности на какую-то черту своего характера. Типа вот часть меня встала в стопор. Вот я ничего не могу поделать с собой. Ну, ты слабый, че? Никак не влияющий на обстоятельства. Барахтающийся в агрессии при неспособности поднять молот Тора. Слабак, ничего. Ну, в реальности это так? Нет, спасибо. Да, честно. Да, да. Что ты хочешь от меня? Да, хочу разобрать вообще в целом, в принципе, себя как... Не хочешь, потому что ты переносишь ответственность теперь и на меня. Да, нет. Да. Не важно, что ты думаешь. Важно, как чувствует человек рядом с тобой. Вот я тебе накидываю подсказки, а ты как бы, как женщина, которая, ну, такой, ну, делайте со мной что-нибудь. Я ничего не буду сам делать. Да нет, почему? Ты стараешься сейчас или нет? Я хочу... Ты стараешься сейчас или нет? Именно в данную минуту? Да. Да. А я думаю, что ты стараешься? Видимо, нет. А что правее? То, что ты думаешь, что ты стараешься или нет? Или то, что чувствует человек, который с тобой общается? Для тебя-то... Нет, не для меня. Это все, блядь, ложь. Ты говоришь, ну, для тебя своя правда, для меня своя. Да, вот ты живешь по своей правде. Но она ни к чему не приведет. А потом и речь. Деньги-то люди платят не когда, что ты считаешь, что они тебе платят, а когда они платят. Результат зависит от других людей в твоей жизни. От того, что они чувствуют вообще не с тобой. А не от того, что ты думаешь, что они чувствуют. И ты не стараешься. Так, буду улыбаться тогда, чтобы ты почувствовал. Да, например, это хоть что-то. Буду кивать головой и улыбаться. Красавчик, это уже другое. Потому что в этот момент времени ты сказал, от меня зависит. Я автор этой ситуации. Ни контракт, ни кто-то меня наговорил. Я. Пока вы скидываете на кого-то... Вы видите, как мозг это тонко делает? Он же не тупой, и вы не тупой. Никто из вас не тупой, если вы здесь. Но это такая незаметная штука, как мы скидываем на что-то. И увидишь, что ты закрытый, отстаивающий свою правоту при отсутствии результата. Обычные люди, вот рядом в твоей десятке, могут до тебя эту правду донести или нет? Думаю, нет. Почему? Потому что я сам ее не воспринимаю. Точно. А я почему до тебя ее могу донести, вот такую правду? Ну, потому что я силой, бульдозером как бы, да, как бы наехал. Но в жизни люди не будут тебе этого говорить. Почему? Потому что им без разницы на меня? Нет. Нет, не поэтому. Потому что они увидят, что я не захочу ее воспринимать? Не они. Не в них дело. Я покажу им тот факт, что мне это неинтересно. Да. И что это тебе не важно, и что они неправы. Можно похлопать. Молодец. Понял, буду улыбаться почаще. А что еще ты понял? Первый вопрос. Каким я был? Вы поняли, нет, его? Я хочу, чтобы вы сейчас написали. Только вот без вот этого, знаете, там типа... Ой, я иногда был недостаточно красив в своих идеальных действиях. Пока вы не скажете, где вы находитесь, здесь чем хуже, тем лучше. Надо бить. Я еще сильнее себя осознал, чем ты. Какими вы были? Скептичным, сомневающимся, закрытым, безразличным, отстраненным. Как вы прятались от стресса? Это нормально здесь. Ну, вы в новых обстоятельствах здесь находитесь. Второе. А каким я выбираю быть? Вот каким? Вот каким ты выбираешь быть, чтобы создать новый результат? Открытым, солнечным. Открытым. А еще? Доброжелательным. Да о-о-о-о. А важно тебе быть доброжелательным? Безусловно. А что такое доброжелательность? Помогать людям, безусловно. Это знак уважения другим людям. Когда мы недоброжелательны, когда мы агрессивны, мы не уважаем других людей просто. Нам кажется, что что-то неважное, важнее результат, факт, мои действия, чем то состояние, в котором пребывают люди рядом со мной. Правильно? А еще? Что важно? Энергичным. Энергичным, любящим. Не говори эти слова, как будто они идут через запятую просто. Здесь очень важно каждое это слово прожить, реально понять его. Ты выбираешь быть этим. Еще ответственным за собственный результат. Да, нести ответственность. Ответственным за свой результат. Быть автором своего результата. А как это еще? В каком качестве это проявиться может? Свои обязательства вы исполняете. Целеустремленность. Обязательство – это что-то негативное, а целеустремленность – это цель, которую ты выбрал. Когда ты свою цель ставишь выше, чем кто-то на тебя наговорил. Кто-то наговорил, пошел в другую нишу запустил. Я это и сделал. Красавчик. Я, вернее, новый инструмент открыл. Я купил базу и начал сделать сам холодный. Красавчик. Так спасибо тому человеку, который на тебя наговорил. Он открыл для тебя способность к новому результату. Иногда мы идем куда-то, у нас там не получается. Так может, и не надо туда идти? Может, в какое-то другое место надо идти? Итак, целеустремленным, открытым, энергичным, отдающим помогаю я вам. Итак, первый вопрос. Каким я был? Пять качеств. Каким ты был? Каким ты был? Каким остался? Но мы выбираем быть другими. Каким ты был? Пять ваших вариантов. Каким я выбираю быть? Знаете, шаг номер ноль. Шаг номер ноль. Это моя точка А, мой факт к текущему моменту. Прямо говорите, пока один столько, пока два столько, пока три столько. Вот моя точка А, моя точка Б, мой факт. То есть мои результаты. Первое. Точка А и мои результаты. Второе. Каким я был? Три качества. Каким я выбираю быть? И четвертое. Пять вещей, за которые я благодарен себе и другим людям уже за это время. Чего хорошее происходит-то? Автоматически мы мыслим от негатива. Потому что это позволяет нам быть в безопасности. Но результат создается на благодарности. А как ты думаешь, люди чувствуют, что ты им благодарен, вообще не с ними? Думаю, нет. Так кто на это влияет-то? Я безусловно. Когда? В процессе вот этого обращения. Когда? Когда? Даже сейчас. Не даже сейчас, а только сейчас. А я сейчас чувствую или нет? Ну, судя по тому, что ты задаешь вопрос, видимо, нет. Откуда ты знаешь? Ты чувствуешь благодарность свою? Нет. А что бы я мог сделать, чтобы ты почувствовал? Вот, вот, теперь чувствую. Вот это. Стараться и спрашивать, спрашивать, меняясь в моменте. Потому что состояние первичное, результат вторичен. Вы изменили. А что такое состояние? Состояние-то не просто вы там, эй, покричали, потанцевали и побежали. Состояние-то в каком состоянии вы взаимодействуете с другими людьми. Другие люди чувствуют, что они вам правду могут сказать или нет? Ну, вот, это не отвечайте. Это не вам судить. Это судить людям рядом с вами. Давайте, пятый вопрос. Чувствуете ли вы, что я себе и вам благодарен? Вы чувствуете или нет? От нуля до десяти. Прямо оцените. От нуля до десяти, насколько я благодарен? Вот сейчас. Шестой. В каком результате это проявится на следующей неделе? Это проверочка. Благодарность, благодарность. Результат какой будет? В каком результате это проявится на следующей неделе? Мне нужно поставить план кинжал. Тут я знаю. В каком результате это проявится? Твои новые качества? Ответственность, суллюстремленность, открытость. Открытость, в первую очередь. В каком результате это проявится? Сейчас скажу. Встречу со своей десяткой и задам им вопрос… Хрень собачья. В каком конкретном результате… Добавим слово. В каком конкретном результате это проявится на этой неделе? Не совсем понимаю вопрос. Ой, а пойми. В каком конкретном результате это проявится уже на этой неделе? Буду открытым. Это можно проверить? Нет. Так. В каком конкретном результате это проявится уже на этой неделе? А сколько обратной связи могу получить от людей? Деньги? Не думаю, что деньги. Да что ты. Важно. Да, ведь их можно проверить. Приятнее рассуждать на высокие темы, чем реализовывать их. Ну, наверное… Ну, а можешь без дну, блядь, пожить немножко хоть, а? Да, конечно. Да. Можешь что-то как мужчина сказать и сделать? Сейчас делаю сам холодные звонки и, наверное… Не наверное, а… Когда парень предложение руки и сердца делает, он говорит «Ну…» «Чё там, хочешь, нет, вообще, как?» Так и делал. А? Ты поверишь, так и сделал. Вот едем за рулем и говорим «Ну, раз машину, раз купили квартиру, давай тогда поженимся». Прикинь, поверю. Поверю. Ну, как бы, тогда живи в текущем результате. Нет, хочу меняться. Тогда без «Ну». Делаю сейчас холодные звонки и, наверное, будет один из показателей моей открытости, а сколько лидов у меня будет? Угу. Точка какая? 158. Планки джал какой на неделю? Был или будет? Блядь, ты как паразит от лекарства убегающий просто. Сам себе мешаешь. Буду ставить? Ну, я просто не могу понять планки джалов. Ну, да-да-да, я просто не понимаю. Я просто не понимаю – это скинуть ответственность на свое непонимание. Нет, почему? Я готов, просто немножко детальности надо. Это от кого зависит? Я из тех типов людей, которые… Это от кого зависит детальность? От меня, наверное. Нет, реально, как ты говоришь, от кого это зависит. Мне просто нужно немножко детальности. От кого это зависит? От человека? От кого? Детальность. Мне надо просто детальнее объяснили, чтобы мне. Это от кого зависит? Это ни от кого не зависит. Ты вправду вернешься, нет? Это от меня типа зависит. Объясню я тебе или нет, правильно? Не от того, хочешь ли ты понять и себе поставить. От того, проявлю ли я чудеса эквилибристики, чтобы ты понял. Кинжал. А ты такой, недостаточно пока. Понятно. Точка… План кинжал 10 тысяч было на прошлой неделе. Классно. С точкой B 150 тысяч… С точкой A 150 тысяч это серьезно? Я 7 месяцев не работаю. У меня точка A 158. А? А, садись. Реально устал с тобой. Садись, садись реально. Ты хочешь жить в этом текущем факте? Да нет, почему? Я не хочу жить. Нет, хочешь. Я поэтому и встал, чтобы… Нет, хочешь. Ты встал и ждешь, что с тобой что-то сделают. Я тебе задаю вопросы, ты как уши от них уплываешь. Да нет, я готов. Да пофиг мне. Если ты хочешь… Нет, не хочешь. Я тебя спрашиваю, какой план кинжал? Ты говоришь, 10 тысяч рублей. Хочешь, чтобы я стриптиз перед тобой танцевал, чтобы разжечь огонь желания в тебе? Да нет, конечно. Да похер мне. Да я знаю. Ну честно, но если ты не хочешь, то я не могу тебе помочь. Ну и садись тогда, если ты сам за себя не борешься. Я хочу вот именно… Нет, это только твои лживые слова. Ряды так. Нет, они не проверяются действием. Ложь или правда проверяется действием. То, что ты сказал, значит, про целеустремленность, про открытость, про отдавание, было ложью просто формальной. Нет. Вот и все. Нет. От чего это зависит? Это от действий твоих зависит. И вот я спрашиваю, что ты сделаешь на этой неделе? Ты 15 минут мне морочишь голову. Типа не понимаю. Да все ты понимаешь, блин. Да реально я не понял просто. Тогда садись, если ты ничего не понял. Садись. Буду понимать по ходу. Да, конечно. Ничего ты не будешь. 10 тысяч рублей нормально при твоей точке оставить? Нет. И? Это нормально, если… И? В чем это проявится на этой неделе? 50 тысяч. Сложно было вытянуть это из себя? Нет. Я просто оставил себе… Я просто… Можешь ты без просто пожить. Можешь пожить без ну. Все эти просто ну – это твоя трусость. Если ты сам боишься… Да. Что я тебе об этом буду говорить? Живи сам в том, в чем ты живешь. Да не хочу я так жить. Вот именно. Да не хочу. Нет, не показывай, что это просто треп. Знаешь, когда мужики треплются просто. Они говорят, я бы хотел. Я, а я бы хотел. А я бы хотел. А я бы хотел. А я бы хотел. С невероятно задранным носом от точки а 150 тысяч рублей по жизни. Это небольшая цифра. По факту твоего действия это так. Она меня вообще не устраивает. И я тоже удивляюсь, что ты за себя не борешься. Уж если я тебя разбираю, уж если мы все в тебя вкладываемся, то можно уж поднапрячься немножко и постараться понять. Я напрягаюсь, Петь, вот реально. А? Ты сейчас оправдываешься или ты… Нет, нет, не оправдываюсь. А звучит это как то, что ты оправдываешься? А мне не зачем оправдываться ни перед кем. А звучит это как? Зачем ты это говоришь? Чтобы объяснить, что на самом деле ты нормально себя ведешь? Чтобы объяснить, что на самом деле все нормально? Меня это не интересует. Меня интересует твой новый результат. План кинжала на эту неделю 50 тысяч. Насколько это больше твоего обычного плана? Скажи мне. Я первую неделю ставил 10 тысяч. Насколько это больше? Точку А на 4 подели. Знаешь, сколько будет? Одна четвертая. Одна третья, получается. Тебе смешно, а мне нет? Я тоже нет. 45 тысяч рублей это будет? Да или сколько? 40, 43 тысячи рублей. И ты ставишь 50. Поздравляю, ты мужик. Ты сделал преодоление, ты сделал рывок. Я не понял. Точку А мне нужно было разложить на 4 недели. Если ты 150 зарабатываешь, то 40 же к тебе приходит и так? Это не приходит ко мне никак сейчас. А откуда точка тогда твоя? Я полгода, 7 месяцев не работаю уже. Но 4 месяца работал, я заработал эту сумму. Соответственно, я поделил ее на 12 месяцев. У меня она получила 158. Но 7 месяцев я уже не зарабатываю ничего. Ну, значит, у тебя не 150 точка А? Или 150? Если, ну, как мне здесь объяснили, вернее, как я понял, что точка А исчисляется за последние 12 месяцев заработок, ты делишь на 12 и ты получаешь средний за месяц. Ну, так значит, он у тебя есть сейчас, эти деньги или нет? 50 к тебе и так придут в неделю или нет? Они есть у тебя? Нет, нет. Я на цех заработал вот новым способом. Я хотел попасть на цех, я понял, что он последний цех, у меня не было денег, я сел и начал думать. За неделю заработал, заплатил и пришел. Я сделал ремонт и все, денег нет. Супер. То бишь, у меня на сегодняшний день нет никакого притока. Так это хорошо или нет, 50 для тебя за неделю? Нет, это много. Это много. Я понимаю, что вот о чем мы и говорили, да, я не уверен в себе, да, 50 тысяч, вот ты говоришь, что вы там ставите себе какую-то большую цифру. Я поставил 50 тысяч, потому что я понял, что, ну… Ты говоришь сейчас как человек энергичный, вдохновленный, благодарный или как какой? Если честно, очень скованный. Скованный, грустный. Как? Кто выбил тебя? Ну, какой-то прессинг произошел, я немножко… Из-за него, да? Нет, почему? Нет, поздравляю, ты в этом живешь. Окей, да. Да… Нет, не окей. Да мне без разницы. Да я знаю. Не хочешь – сядь. Я хочу, хочу. Тогда подтверди это своими действиями, а не словами гребанными. Точка… План кинжала… Там все хотят хорошего. Хотели. План кинжал на эту неделю 50 тысяч. Ну, я слышу. Я не слышу, чтобы ты поменялся. Я не слышу, чтобы ты говорил, как энергичный, открытый, благодарный. Ты, как уставший, потрепанный, жертва насилия… План кинжал на эту неделю 50 тысяч рублей. Уже что-то. Пусть они тебе похлопают, реально. Нет. Не от вас зависит, не от тебя. Сделаешь ли ты эту смелость или нет? А это зависит от того, увидишь ли ты, где ты находишься или нет. Хочешь ты из этого круга замкнутого выйти? У каждого есть этот замкнутый круг. Вы сейчас думаете, а что он так тупит? Да вы так же. И проблема в том, что вы не хотите понять, где вы находитесь. Точку А свою. Скажи им что-то, чтобы они поверили, что ты поменяешься. И что ты принесешь такой результат в зубах за эту неделю, который будет поводом, чтобы вложение в тебя было оправдано. Ребят, спасибо вам большое за ваши аплодисменты и за вашу поддержку. Это искренне от сердца. Я тебе пока не верю, но ты стараешься. Я хочу, чтобы на следующий раз ты был уже другим. Пройди через эту пелену собственной псевдокрутизны. Так я не крутой, я это понимаю. Какой еще момент? Как? Ну, если это как бы видят люди со стороны, то я не знаю, как... Я тебе говорю, ты пока там, где ты есть, за неделю, я хочу, чтобы ты с этим разобрался. Хорошо. О! Вот. Вот. Вот оно. Садись. Я хочу, чтобы вы увидели, что, ну, вот это психо. То есть вы же видите ограничения человека, да или нет? И у каждого из нас такое есть, то, что нам реально мешает. И увидеть это мы можем только благодаря и вместе с другими людьми. И что делать? Только две вещи. Честность и любовь. Все, больше ничего. Честность и любовь. Честно говорить, что происходит. Бывает у вас такое, что вам неловко иногда сказать честно, что происходит? Как есть. И сделать это с любовью еще. Ты почувствовал, что я тебя люблю? А? Что? Бежал? Ты почувствовал, что я тебя люблю? Это факт. Да, да, да. На самом деле красавец. Давайте по-похлопаем ему. Он для нас всех большую работу сделал. Какую? Он нам показал вот этот пример, да, когда мы начинаем в стрессе искать, внешний… А, да, я забыл сказать. Через что мы выходим из хаоса, возвращаемся в точку ноль? В точку один? Мы возвращаемся через поиск причины вины. Но через поиск причины почему не получается? Тебя обвинить, кого-то обвинить, информацию обвинить, что не получается, часть своего характера обвинить. То есть нам, чтобы выйти отсюда, нам надо кого-то обвинить обязательно. Поэтому… Что ты хочешь сказать еще? Ну, прогресс идет. О-о-о! Уже неплохо. Да, а что такое, когда ты говоришь, что прогресс идет? Как ты себя проявляешь? Как какой? Позитивный. Точно! Как позитивный. Как честный. Правильно? Да. Как открытый, да? Да. Как благодарный, да? Да. Красавчик. И еще одну вещь ты показываешь. Когда к нам приходит осознание, когда мы настаиваем на честности, то вы сделаете очень быстрый прогресс. Вот я вам обещаю. Кто выберет сейчас хорошо это упражнение сделать? Если вы его сделаете так, чтобы реально нацелиться на результат в нем, вы уже к вечеру, я вам обещаю просто, что тот, кто хорошо и качественно его сделает, уже к вечеру вам придет вдохновляющий ответ на то, что делать дальше. Спасибо большое. Это очень круто на самом деле. Красавчик. Мне нравится в тебе твоя позитивность, вот реально, она как бы заражает. Любовь. Вот этот тонкий подход к чувствам другого человека, особенно… Да, а что это я себя бесцениваю? Ну я пытаюсь адаптироваться сразу, ты мне высказался, я проанализировал и работаю над собой. Красавчик. А теперь сделай так, это называется попасть в аварию, чтобы со мной что-то сделали. То есть очень часто в жизни мы нарываемся на какие-то обстоятельства, в которые мы провоцируем пространство агрессивно до нас что-то донести. Но тогда не будет информационного канала. Сделайте так, чтобы правду вам было говорить легко и приятно людям в вашей жизни, которых вы выбираете для этого. Чтобы хотя бы людям, которых вы выбрали для того, чтобы вам говорить. Если вы всем будете настроить на то, чтобы вам говорили правду. Девушки, мама, типа дайте мне обратную связь. Ох, начнется. Все ваши близкие и семьи станут комитетом по улучшению вас. А так как собой они не занимаются, они на вас оторвутся по полной. И будут свои какие-то непроработанные вещи вам пихать, что это вам надо сделать. Поэтому просто выберите тех людей, которым вы доверяете, вот эту десятку свою. Им делегируйте эти права, но и от них слушайте, а другим запретите говорить вам правду. Так и есть. Но чтобы запретить кому-то говорить правду, нужно кому-то разрешить это делать в вашей жизни. Мне так нравится, что ты улыбаешься. Красавчик. Молодец. Спасибо. Спасибо. Спасибо.